Наконец-то ирбичанам удалось воплотить в жизнь мечту о загородном оздоровительном центре, который работает круглый год. Салют теперь уже точно не просто летний лагерь. Но и на этом его развитие не останавливается. Планами уже предусмотрена большая работа и на следующие пять лет. Ну чуть-чуть можно же. Можешь ручкой не помахать. В загородный салют заехала зимняя смена. Ученики начальных классов школы номер пять. Ребята проведут здесь 17 дней, а руководство города постаралось создать им все условия для учебы и для оздоровления. Теплые спальные комнаты, пятиразовое питание, кабинеты для занятий, коньки и лыжи. Ведь зимние смены отличаются особой теплотой, а каждый день пропитан атмосферой праздника и сказки. В лагере детей ждут захватывающие вечера, соревнования, развлечения и мастер-классы, которые не оставят никого равнодушным. Бегаем, прыгаем, поем, танцуем, веселимся, рисуем отрядный уголок. Воспитатели лучшие, вожатые тоже помогают нам. Эта смена идет в учебное время, поэтому ребята, кроме того, что отдыхают, у них в утреннее время запланированы учебные занятия в дистанционном формате. Ну и, конечно, наш большой стадион спортивный и в зимний период продолжает функционировать. Кроме того, что, пожалуйста, беговые дорожки готовы к использованию, мы залили небольшой каток. Еще в конце 2023 года для ребят приобретены лыжи, коньки. Поэтому и уроки физкультуры можно проводить, и спортивные соревнования в любом количестве. Напомним, проект по обновлению салюта и переводу его на работу в течение всего года реализуется в Эрбите уже более пяти лет. В ремонт и благоустройство территорий и развитие газовой инфраструктуры лагеря за это время, благодаря поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвышева и Министерства образования, вложено более 212 миллионов рублей. Планируется вложиться и в этом году, в том числе почти 20 миллионов в капремонт и оборудование еще одного корпуса. Параллельно готовятся и проекты на перспективу по строительству открытого бассейна и физкультурно-досугового центра. Так что на сегодняшний день администрация города ставит перед собой задачу реализовать эти проекты и завершить полное обновление салюта в течение пяти лет. Физкультурно-досуговый центр – это наша цель. Мы без него не можем, он нам очень необходим для организации качественной работы с ребятами. Это ближайшая цель. Я думаю, что в 2024 году, по крайней мере, наши планы подготовить проект и уже в 2025-2026 году приступить к его реализации. На сегодняшний день, в межсезонье, это осенние, весенние каникулы, мы можем принимать до 70 детей, поскольку ограничены местом проведения досуга. А вот в летний период, этим летом мы рассчитываем принять 340 детей в смену, смен 6. Пока идем по плану 14-ти календарный, такой рабочий план. Если мы, вернее, когда мы построим физкультурно-досуговый центр, нам удастся в смену увеличить количество детей до 400. Продолжение следует...